всем доброго утра друзья мои сейчас уже 5 утра почти и как водится старый еврей работает я хочу подарить женщинам такой необычный очень сильный эффективный нужный ритуал знаете друзья мои очень большое заблуждение думать что сильные женщины любят командовать женщине приходится стать сильной когда мужчина свою мужскую роль не выполняет женщине приходится брать на себя эту функцию а потом она привыкает и с другим партнером тоже сильна и вообще по жизни становится сильной хочу вам сказать что в тех семьях где руководит женщина руководить семьей это некоторые люди неправильно понимают есть такой стереотип что если женщина главенствует семье или если слово женщины проходит в семье это такой некий такой вариант знаете дурочки который унижает своего мужа везде всюду всюду сует свои пять копеек вот это я это я сказал это я решаю это мое дело и то есть униженный бедный тряпка ходит рядом нет это очень глупо так поступают дуры умная женщина руководит своей семьей так что мужчине кажется будто это он сам решает все вопросы вообще его он так захотел умная женщина правит молча из-под тишка как серый как кардинал мужчина глава семьи женщина шея вот куда шея захочет туда голова и повернется это древний стены и в таких семьях на самом деле царит благополучие в таких семьях есть взаимоуважение есть любовь женщина управляет из-под тишка не для того чтобы унизить своего мужчину наоборот чтобы его возвысить чтобы семья была благополучна чтобы дети росли в любви чтобы в семье был достаток уют а женщина умеет этот уют создавать знаете такое выражение хочешь сделать счастливым своих счастливым до своих детей сделай счастливой их мать и вот тогда дети тоже будут счастливы потому что озлобленная женщина которая срывается на детях ничего хорошего в этой семье не будет это будет травмированное детство психика и прочее прочее так что женщине дайте возможность управлять семьей со своей женской позиции кроме всего прочего мужчины которые уважают своих жены любят благословение сил снисходит на них у них и дела получаются у них и жизнь прекрасна за что не берутся все идет как надо потому что женщина связана силами природы больше чем мужчина и когда женщина счастлива она мысленно просит за своего мужа понимаете не обязательно чтобы она говорила об этом она может и не знать она может и не верить в магию но мысленно она его благословляет потому что этот мужчина приносит ей счастье потому что она счастлива она хочет чтобы он долго жил чтобы его дела пошли хорошо чтобы он был удачлив потому как он не обижает ее он уважает ее и она с ним чувствует тепло человеческое а когда муж издевается над женой и она каждый день проклинает чтобы ты сдох то чтобы тебя там машина переехала да чтобы я тебя там мертвого столу дохлого нашла и так далее она желает это все и силы мироздания виде ее страдания мужчине ничего хорошего в мире не дают слезы женщины они они напрасно не льются они обязательно возвращаются поэтому мужчины если не любят свою жену должны уйти просто по-человечески по-людски понимаете основное количество мужчин у них не хватает храбрости силы воли или слишком трусливо чтобы жить самостоятельно им удобно мучить ее глумиться над ней и в то же самое время питаться ее энергией и не уходить это бесчестно это подло по отношению к человеку который доверила вам то есть свою судьбу бывают такие моменты когда мужчина ну просто ни в какую не не хочет прислушиваться к жене а бывают такие моменты где властвует мать сестра родственники друзья и вот начинается кота васи и тут вот два варианта либо бросить и уйти начать другую жизнь либо бороться за свою семью и привести его в порядок вообще женщина очень не хочет действовать магии ни одна умная женщина не бежит привораживать подчинять и так далее это этим заняты дуры дуры которые единственный выход видят в том чтобы кого-то приворожить что-то сделать не задумываясь о последствиях умная женщина она не хочет магии для нее унизительно представлять что он с ней спит потому что она что там нашептала что он ее любит якобы потому что она что-то там наделала для нее это унизительно она хочет чтобы ее любили по-настоящему только тогда она чувствует себя счастливой но бывают моменты когда нужно знаете отсеять вот этих всех вампиризирующих упырей которые вокруг семьи собираются потому что чаще всего пытаются починить себе и пытаются внушить что-то постоянно навязывать свою волю желание слезами и такими фальшивыми выкриками о том что я то хорошее для вас хочу желаю как кабаниха говорил пойду за вас помолюсь а сама была занята сутками сплетнями и там размусоливанием грязи то есть под видом того что вот любая мать хочет вам счастья благополучия лезет свекровь как правило и руководит вашим мужем или лезет сестра и руководит вашим мужем из корыстных целей для того чтобы тянуть с него деньги для того чтобы все время то ли гостить у вас а уж тем более если у вашего мужа хороший должен чтобы устроить своих знакомых близких зитьев дядьев и так далее вот это в какой-то момент уже просто настолько надоедает что надо взять и знаете уж скажу групповато нахер послать это все дело в разные стороны починить ум своего мужа себе ничего здесь такого я не вижу вы это делаете для своего ребенка вы это делаете для своей семьи потому что вы понимаете что в конце концов это приведет к разрушению жизни постоянные гости постоянные с ночевкой постоянные внедрение в вашу жизнь родных близких и ваша жизнь превращается в такой проходной двор и уходят в разные стороны ваша энергия которая должна концентрироваться в семье и что-то там создать соберите волю в кулак и почините вашего суженого благоверного любимого не знаю кого там боритесь за свою семью если вы решили свою семью сохранить я вам подарю очень сильную работу и эта работа вам поможет если вы все сделаете правильно и так расплачиваться за эту этот ритуал не нужно не нужно никуда ходить не нужно оставлять откуп не нужно ничего делать потому что вы здесь платите своей энергии и сексуальной энергии потому что после этого очень сильно увеличивается тяга мужа к вам поскольку он начинает скажем так проникать вашей энергетикой вот на это на цели ритуал чтобы он начал подпитываться вашей энергии они энергии окружающих естественно его тянет уже к вам больше я хочу вам сказать что этот ритуал делала женщина где-то года два назад муж гулял он ее не любил абсолютно она его тоже не особо любила скажем так какой-то момент у них была влюбленность молодости ну и не совсем они старые люди но где-то уже лет 13 чем-то жили вместе двое детей ну уже все охладело как бы и она поняла в один момент что либо ей нужно будет уйти либо сохранить семью и она занялась собой после работы с ней вот этот ритуал я и дала провела на этот ритуал как нужно и вы знаете прям расцвела вся и я говорю вы так поменялись она говорит ну коллеги на работе мне говорят там марина что с тобой ты влюбилась она гордо влюбилась собственного мужа у них началась безумная любовь они прям удивлялись что столько лет жили вместе и и как можно было не замечать друг друга вот так и возможно когда лезут со всех сторон когда человек устает морально физически мужчины тоже устают знаете бороться с матерью сестрой со всеми вокруг и так далее они тоже устают им тоже иногда нужна помощь отсечь ненужные ветра чтобы человек собрал свою волю свою жизненную силу своей семье иногда им не хватает силы воли сказать иногда неудобно иногда чрезмерное чувство долга перед своей семьей родителями так далее ну как бы там ни было дорогие друзья когда человек создаете свою семью он для того и создает что теперь там воспитывать свое поколение там продолжать свой род да и хорошие отношения между родственниками это замечательно но нельзя просто жить жизнью друг друга это это неправильно жить жизнью сына лезь в дела снохи им нужно дать возможность и ошибаться и неправильно себя вести и поссориться и помириться это жизнь если вы хотите чтобы они знаете привыкли к друг другу поняли друг друга постоянное вмешательство мешает почему например в семьях где живут все вместе мама там отец дети и так далее так далее их мужья и жены там нету порядка в семье один из миллионов чтобы они там знаете тесноте да не в обиде вот друг с другом да в старые стародавние времена вот так был но тогда было другое воспитание у людей тогда люди один раз видели друг друга на свадьбе всю жизнь верно любили обожали рожали детей и так далее тогда было иное воспитание сейчас люди более свободолюбивы более избавленные сейчас им нужный простор вообще лучше свою сноху увидеть раз в неделю поехать в гости с гостиницами и она вас будет обожать вы ее чем вот понимаете дома рядом жить и видите их ругань и все такое лучше снимать квартиру молодым помочь им но дать им возможность создать свое гнездышко дать им возможность научиться вести хозяйство самостоятельности дать я понимаю что привязать к юбке сына и сноху это очень хорошо с той позиции что ты спокойно спишь ты знаешь что они сыты одеты обуты и так далее и под контролем но дорогие друзья мы же с вами не вечно будем жить и нашим детям жить в этом обществе жить в этом обществе волков и учиться и противостоять и уметь бороться за свое сражаться и так далее поэтому дайте возможность молодым набить шишки свои да помогайте советуйте нужный момент будьте с ними рядом это наш долг обязанность мы им даем жизни должны по жизни вести но знаете как бы давая определенный простор для своей жизни иначе ваши снохи возьмут и сделают этот ритуал вот чем дело так вот распечатайте фотографию мужа в полный рост где у него видны глаза распечатайте нормально по-человечески не на принтерах каких-нибудь потому что там должен быть и цвет глаз и так далее если у вас дома принтер и вы можете на твердой бумаге сделать цветной фотографии там как положено это другой вопрос качественно если нет то идите распечатайте в другом месте фотографии должно быть свежие хотя бы полугодовалая то есть не не больше далее руки не должны быть скрещены у него рядом не должно быть собаки кошки людей никого просто его фотографии полный рост попросите его сфотографируйте якобы в шутку скажите вот ну вот хочу сфоткать и так далее то есть вот вы сфоткали или нашли фотографию распечатали качественно и три дня вам нужно не есть мясного когда я говорю не есть мясного это значит не есть ничего и животной пищи молоко можно и сметану и прочее прочее яйца не рекомендуется потому что это тоже живой и рыба тоже рыба тоже мясо только мясо рыбы понимаете это тоже плоть так вот три дня не есть ничего мясного не сосиски не там полуфабрикат и прочее заодно и организм почистить после чего берете фотографии мужа вам нужно встать ранним утром прям вот пять шесть утра в такое время когда только начинает светать вот в это время как раз как я сейчас снимаю берете его фотографии в руки держите в руках читаете три раза держа в руках фотографии потом нужно положить и встать голыми и ножками на фотографии и три раза читать так убрать фотографии подальше и так шесть значит ранним там шесть дней подряд ранним утром после чего смотрите на его реакцию как он себя ведет потом снова повторите вот это нужно делать периодически то есть вот 6 дней прочитали несколько дней отдохнули может быть неделю с чем-то потом снова эффект наступает сразу же в принципе в тот же день он смягчается по-другому начинает себя вести к вам и так далее но чем чаще вы будете это делать это не превращение мужа в тряпку это повернуть его к себе это открыть ему глаза эту убрать эту ширму это показать ему что его семья важнее и главнее что он может вас потерять это пробудить его страсть это дать ему возможность вас послушать наконец это суметь на него повлиять и ничего здесь такого я не вижу неважно гражданский у вас муж вообще гражданская я не понимаю мужчина и женщина живут вместе они они значит любовники ну по другому как еще называется ну близкие друзья ладно уж бойфренды и так далее но они не не муж и жена пока что да они могут так называть друг друга но все же муж и жена это официальный брак до этого это любимый человек вот так правильный да то есть неважно ваш любимый человек или законный муж и так далее если вы уверены что хотите с ним жить уж тем более если у вас еще и дети есть совместные так далее вы можете смело провести этот ритуал и через некоторое время вы заметите насколько он станет преданны насколько он начнет смотреть на вас другими глазами и прочее прочее и так держим фотографию в руках можете переписать держать и фотографии и вот этот заговор читать потом положите фотографию то есть нужно чтобы наизнанку лежала фотографии лицом к полу а вы встали ногами на эту фотографию то есть вы свои энергии подавили починили его и начитали еще три раза фотографию нужно спрятать читать только на эту фотографию постоянно что-нибудь случится ничего страшного не произойдет все что вы сказали сделали оно не теряет своего эффекта и силы просто для того чтобы еще раз начать по новой нужно будет вам по новой скажем так опять же взять новую фотографию точно также начитать и так за ряуля на меня послушай благослови мой союз с ним здесь имя скажите слова мои ранее сказанные на рассвете святое утро то будут нерушимы цепки крепки и верны да не перебет их ни первый человек ни последний послушай меня имя и делай как я скажу думай как я желаю живи живи моим умом поступай как я велю тебе говори моими словами в угоду мне твори отныне над тобой моя воля будет истинно так как моя бабушка говорила утро святое утром нельзя говорить о плохом утром нельзя там накаркать чего-нибудь утром нельзя ссориться и так далее иначе весь день будет очень плохой и принесет нехорошие вести утро считается святым чтобы вы знали за ряуля на меня послушай благослови мой союз с ним имя слова мои ранее сказанные на рассвете святое утро то будут нерушимы цепки и крепки и верны да не перебет их ни первый человек ни последний послушай меня имя и делай как я скажу думай как я желаю живи моим умом поступай как я тебе велю говори моими словами в угоду мне твори отныне над тобой моя воля будет истинно так еще раз прочитай за ряуля на меня послушай благослови мой союз с ним имя слова мои ранее сказанные на рассвете святое утро то будут нерушимы цепки и крепки и верны да не перебет их ни первый человек ни последний послушай меня имя и делай как я скажу думай как я желаю живи моим умом поступай как я велю тебе говори моими словами в угоду мне твори отныне над тобой моя воля будет истинно так вот вам еще один секрет как править как серый кардинал править стени в тени мужа за его спиной будучи шеи поворачивай его туда куда вам надо но при людях всегда говорить муж важнее мой муж я сейчас только у мужа спрошу разрешение я мужа попрошу вот муж как скажет так и будет да да конечно это всегда так муж как хочет вот как он скажет так и хрен ему но пускай все думают что это муж так сказал ну что вам от этого знаете как цыгане говорят но скажи ей что она красавица ну что тебе за от этого будет с тебя ничего не убудет она улыбнется может и детишки даст в этом случае это прокатит и милые дамы будьте умнее правьте не в наглую и глупо а нежно умно и уступая свое лидерство всегда мужчине пускай они думают что это они так захотели от нас же ничего не будет правильно то да да конечно всегда как ты хочешь какая магия что-то я в это не верю да ну да ну еще чего и пошла утром читать как говорится все мы бабы стервы хочу делать жизнь такая с волками живем товарищи так что приходится иногда подколдовывать так для хорошего дела всем удачи и всех благ